Привет, друзья! Сегодня расскажу про то, почему седеют волосы. С точки зрения китайской медицины, волосы это продолжение кровеносных сосудов и они теряют окраску из-за того, что к ним не поступают питательные вещества. И седые волосы один из явных признаков плохой работы канала желчного пузыря. Следовательно, чтобы замедлить процесс появления седых волос или даже восстановить их цвет, необходимо активизировать работу канала. Для этого надо всего лишь ежедневно простукивать активные точки канала желчного пузыря. Этот канал проходит от головы до кончика безымянного пальца на ноге, но китайские медики рекомендуют простукивать лишь 4 точки на внешней стороне бедра. Эти точки легко доступны и процесс простукивания состоит в том, что вы, ударяя поочередно по каждой точке, перемещаетесь сверху вниз. Таких проходов необходимо сделать всего 50 в день. Имейте в виду, что на внешней стороне бедра много мышечной ткани. И чтобы от простукивания был нужный эффект, удары должны быть достаточно сильными, но без фанатизма. Кроме того, согласно исследованиям китайских медиков, канал желчного пузыря активен с 23.00 до часу ночи. И чтобы не мешать ему исцелять наш организм, в это время необходимо крепко спать. А значит спать нужно лечь чуть раньше, чтобы к 23.00 успеть уснуть. Проведите эксперимент. В течение двух месяцев ежедневно простукивайте 4 точки на внешней поверхности бедер и посмотрите, что произойдет. Очень часто через два месяца такого простукивания улучшается общее самочувствие и уменьшаются объемы, если они были выше нормы. Китайские медики рекомендуют выполнять такое простукивание до конца жизни. Узнали что-то полезное и интересное? Дайте знать. Нажмите пальчик вверх. Появились вопросы? Задавайте в комментариях. Посмотрите другие видео для красоты и здоровья. Подписывайтесь на канал. Будьте здоровы и пока-пока!